2020 год ЮНЕСКО объявлен годом Рафаэля. В этом году исполняется 500 лет со дня смерти великого итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти. Родился 6 апреля 1483 года. Он умер 6 апреля 1520 года. Прожив очень недолгую жизнь, всего 37 лет, но оставил нам столько картин, что их, наверное, хватило бы на жизнь ни одного художника. В нашем городе есть картина, которая приписывается кисти Рафаэля Санти. Вот она перед вами. Ее сейчас чаще всего в нашем городе называют Тагильская Мадонна. Почему Тагильская Мадонна? Потому что она получила второе рождение в нашем городе. И случилось это в 1924 году. За вход с Тагилстроевского треста, которому был передан дом, находящийся на улице Тагильской, 24, бывший господский дом Демидовых, прибирая на чердаке, нашел картину, потемневшую доску со следами старой живописи и передал ее в Краеведческий музей нашего города. Но сотрудники музея, протерев работу влажной тряпкой, сумели прочитать надпись, идущую по вороту платья Мадонны. Надпись гласит «Рафаэль Урбинос, писавший в 1509 году». И сотрудники музея, в общем-то, увидели, что это только часть картины. И поиски продолжили. И уже на чердаке флигеля нашли вторую часть картины с изображением старца Иосифа. Вот здесь вот мы видим место скрепления двух досок. И сначала была найдена та, которая изображает Марию с младенцем Иисусом Христом. И эта часть была найдена несколько позднее. И сотрудники музея Краеведческого известили главнауку, что в Нижнем Тагиле найдена не больше, не меньше картина Рафаэля. Конечно, из провинции очень часто в главнауку приходили извещения, что нашли работу или Леонардо да Винчи, или Тициана. Вот тут вот Рафаэль оказался. И на проверку эти не всегда ожидания оправдывались. В общем-то, когда Игорь Эммануилович Грабарь, известный наш советский художник, искусствовед и зачинатель реставрационного дела, поехал на Урал, то ему поручили заехать в Нижний Тагил. И, как он сам описывает, у него не было никаких иллюзий, когда темной ночью с вокзала добирался он до города и думал о том, что наутро ему предстоит встреча с Рафаэлем. И увидел он доску, которую для него приготовили, и сразу же сказал сотрудникам музея, что эта картина ему известна под именем Мадонна дель Попола. Но прежде всего Игорь Эммануилович Грабарь решил, что картина нуждается в реставрации. То, что две части картины скрепили, это, в общем-то, было неправильно сделано. Ну и, кроме того, у работы были такие повреждения. Позднее Грабарь писал в своем труде, что как будто бы Мадонна пыталась продемонстрировать все болезни, которые можно встретить у живописи на дереве. Это и утраты красочного слоя. Это и утраты красочного слоя вместе с грунтом. И сколы, и следы от кованых сапог. Казалось, что какое-то время картина валялась, и по ней просто-напросто ходили в кованых сапогах. Ну и самое страшное было то, что в дереве поселился древесный жучок Шашель. И он проел там многочисленные ходы, а нижние уклы вообще были им съедены. И вот Игорь Эммануилович Грабарь в 1925 году увез эту картину в Москву на реставрацию. И четыре реставратора вместе с ним занимались восстановлением этой работы. И, конечно, параллельно шло исследование картины. С помощью рентгена увидели, что это не копия, и что есть авторские правки, так называемые пентименти. Скажем, ножка младенца была изображена несколько по-иному. Изменен был ракурс рук младенца и Мадонны. И все это дало тот большой научный материал к исследованию Игоря Эммануиловича Грабаря. И вот в 1928 году, когда реставрация работы была закончена, вышел в свет сборник трудов ВХНРЦ, реставрационных мастерских, где сто страниц Игорь Эммануилович посвятил нашей Мадонне. И это не только рассказ о том, как работа реставрировалась, как она попала в его руки, но это и рассказ о том, какую жизнь эта работа прожила, и какие есть приключения у этой Мадонны. Вот в начале этого труда Игорь Эммануилович писал, что рассказ этот похож больше на детектив. И действующими лицами были и императоры, и князья, и папы, и кардиналы, и просто мошенники. И вот действительно, когда читаешь этот труд Игоря Грабаря, то понимаешь, какая сложная приключенческая жизнь выпала на долю этой картины. Ну а теперь обратимся вот к творчеству Рафаэля Сантина. Он родился в 1483 году в маленьком итальянском городке Урбина. Его отец был придворным поэтом герцога Урбинского и придворным живописцем. Таким образом, первым учителем рисования маленького Рафаэла был его отец. Вот у нас в России в Музее изобразительных искусств имени Пушкина есть Мадонна, которая написана отцом Рафаэля Сантина. Но мальчику очень не повезло в жизни. Когда ему было 8 лет, умерла его мать. Когда ему было 11 лет, ушел из жизни отец. И вдруг отца художник Перуджина взял его к себе в свою мастерскую и учил тому, что сам умел. Ну и, может быть, то, что мальчик очень рано остался без матери, любимый его сюжет – это изображение Мадонны, матери, которая любуется своим младенцем или играет с ним. Таких картин у Рафаэля великое множество. Ну, а здесь художник взял сюжет «Святое семейство», когда изображена Мария, приподнимающая кисию стельца только что проснувшегося младенца, и показывает она этого младенца своему мужу, старцу Иосифу. Вообще, если мы посмотрим на эту работу, то поймем, что Мадонна у Рафаэля наделена умбрийскими чертами лица женщин, которые жили вот в его провинции, Умбрии, где он родился. И первым художником, который описал картину «Святое семейство», был известный итальянский художник и художник, который оставил нам несколько томов жизни и описаний итальянских художников в Азари. И вот он описывал эту работу, что младенец здесь божественный, а Мария поднимает кисию и показывает старцу. Так вот, интересно то, что Рафаэль после того, как расстался с Перуджино, он уехал во Флоренцию, один из самых знаменитых итальянских городов искусства. И там он написал картину Мадонна Грандука. Вот у нас в коллекции есть работа, копия с этой картины. Тоже изображена Мария с младенцем на руках. Сегодня картина Мадонна Грандука хранится во Флоренции в галерее Пити. Четыре года Рафаэль Санти провел во Флоренции, а потом папа Юлий II пригласил его в Рим и поручил ему расписывать залы Ватикана. И Рафаэль создал в течение нескольких лет свои знаменитые станции. И если верить дате, что стоит на этой картине, то через год после приезда в Рим Рафаэль написал картину «Святое семейство». Картина, в общем-то, сразу получила популярность. Она попала в церковь Санта Мария Дель Попола. И название у картины появилось такое второе «Мадонна Дель Попола», «Мадонна с улицы Попола». Но после смерти Рафаэля, после 1520 года, конечно, это была большая достопримечательность. Многие ходили, смотрели на «Мадонны Дель Попола», но однажды ее украли. Это случилось в 1541 году. Правда, весь Рим поднялся на поиски, картины ее нашли, вернули на место, но в конце XVI века картиной насильно завладел кардинал Сфандрата. Он в то время пользовался очень большой властью, потому что был родным племянником находящегося на престоле папы Григория XIV. Он жил очень аскетично, но жилище свое украшал произведениями искусства. И то, что он хотел иметь в своей коллекции, он приходил и забирал. Также вот он снял и «Мадонну Дель Попола» и поместил в свое жилище. Это случилось в 1591 году. Еще в 1596 году шел разговор о том, чтобы Сфандрата продал свою коллекцию, и покупатели приходили и видели эту картину в его коллекции. Но когда Сфандрата умер в 1618 году, картины в коллекции не оказалось. И трудно сказать, или же сам Сфандрата все-таки продал работу при жизни, или же ее похитили монахи, когда Сфандрата умер. Но, тем не менее, картина исчезла. Но надо сказать, что работа была настолько популярна, что сразу после написания ее уже копировали, повторяли. И Джулия Романа, ученик Рафаэля, повторяла работу. Сюжет был тот же, но какими-то деталями они отличались друг от друга. Но все искали «Мадонну Дель Попола». Это была величайшая ценность. И вот однажды в церковь Санта Каза, что значит «Святая хижина», в городе Лоретто один из прихожан подарил картину с этим же сюжетом. И все говорят, да, это та картина «Мадонна Дель Попола», которую стали в Лоретто называть уже «Мадонна Ди Лоретто», то есть «Мадонны из города Лоретто». Ну и отсюда она была вывезена. Если мы вспомним историю, когда Наполеон покорил Италию, и вот в качестве контрибуции он потребовал сто произведений искусства. И в числе ста работ была названа и «Мадонна Ди Лоретто». Упаковывали ее в Риме, то есть из города Лоретто работа привезена была в Рим. И, в общем-то, все свидетели, которые присутствовали при этой упаковке, говорили о том, что это, да, подлинная работа. А когда ее привезли в Париж, открыли ящик, то увидели, что вместо хорошей картины Рафаэля Санти лежит слабая копия, которая, в общем-то, еще и краски у нее не просохли. Но, конечно, чтобы избежать скандала, все-таки работу показали в Лувре, но вскоре ее сняли. И сегодня вот работа очень похожая на нашу, но несколько, на наш взгляд, с более грубыми чертами лица младенца и Мадонны. Вот есть такая работа во Франции, хранится в музее Канде под Парижем. Когда Игорь Эммануилович Грабарь исследовал вот эту историю, описывал ее, он насчитал до сорока, так сказать, вариантов, встречающихся в каких-то коллекциях, в каких-то источниках. Может быть, некоторые из них повторялись, картины продавали. Но вот, тем не менее, в своем исследовании Игорь Эммануилович описывает многие из существующих этих вариантов и задается вопросом, а что нашли в Нижнем Тагиле, может, ту Мадонну дель пополам. И, конечно, вот его исследование в этом помогло. И когда Грабарь закончил изучение, он написал несколько выводов в своем труде. и он пишет, что действительно Мадонна из Нижнего Тагила это не копия. Во-первых, есть, вот я уже говорила, такие авторские правки. То есть, художник-копиист, он чаще всего даже на клеточке разделяет свою картину и переписывает постепенно сюжет. А автор сначала делает подмалевок на дереве, на холсте. Потом начинает прописывать какие-то детали. И в ходе работы он менять может даже композицию. То есть, поменял положение рук, поменял положение ног, поменял положение головы. Но то, что было им ранее создано, он это не убирает, а пишет как бы поверх. И вот эти авторские правки пентименти, они видны на рентгене. Конечно, очень тщательному исследованию подверглась сама надпись. В общем-то, это единственный вариант существующих, где есть подпись Рафаэля. И, в общем-то, Игорь Иманулович исследовал сам красочный слой и исследовал саму надпись. И пишет он в своем труде, что надпись сделана одновременно с самой живописью, потому что вот это творенное золото, оно зашло в структуру этой краски и стало уже единым целым. вообще тут с надписью такая сложность. До нахождения нашего варианта Мадонны Дель-Попола, тагильского варианта, считалось, что картина Рафаэля Мадонны Дель-Попола написана в 1512 году. Когда Грабарь исследовал эту надпись, он пришел к выводу, что именно в 509 году эта надпись была сделана, потому что чуть позже в 10-е годы произошло изменение в орфографии итальянского языка. И если бы кто-то подделывал, то, наверное, бы отталкивался от 12-го года, а не учел вот эту такую важную особенность 509-го года. Ну, и кроме того, очень интересный здесь вот колорит этой картины, мы видим темно-синий цвет в изображении мантии. Рафаэль синий цвет писал не краской, не кисточкой, а он эту лазурь насыпал на растворитель, и красочка, вот эти маленькие крупинки расплывались. И вот эти крупинки видны опять же с помощью рентгеновских лучей. Ну, конечно, работа, пережив 500 лет своей жизни, не дошла до нас в том виде, в каком она вышла, так сказать, из-под кисти художника. Если мы сейчас возим, мы картину держим под бронированным стеклом, изготовлен для нее специальный ящик с толстым поролоном, она плотно закрывается крышкой и осторожно ее переносит. Когда ее кардинал Сфандрата в свою коллекцию переносил, я не думаю, что у него был какой-то специальный ящик. Самое лучшее могли накрыть ее каким-то покрывалом. Или когда ее похищали, тоже не было каких-то приспособлений. И вот во времена всех этих вот таких вот транспортировок, конечно, она страдала, может быть, у ней были неправильные условия хранения, и реставраторы, это слово я беру в кавычках, того времени, подправляли потом то, что утрачено, то, что откололось, то, что поцарапали. И грабарь, когда исследовал картину, понял, что здесь есть и наслоение 17-го, и 18-го, и 19-го веков. И если брать изображение старца Иосифа, то от подлинной живописи начала 16-го века сохранился лишь клок бороды и клок волос. Остальное все позднейшие записи. Опять же, грабарь пишет, вот знаменитая Сикстинская Мадонна, хранящаяся в Дрездене, которая бесспорно считается картиной Рафаэля, она также состоит из этих многочисленных чинок. Вот на простынь мы посмотрим в рентгеновских лучах и увидим, что она сплошь в заплатках, потому что так вот сохранялось в течение этих веков, и что-то утрачивалось, и художниками подправлялось. Иногда художники даже выходили за границы какой-то утраты. Картина написана темперой, краской, приготовленной на яичных желтках, а реставрировали ее маслом, что нельзя было. И там, где масло легло поверх темперы, оно ее просто съело. Так что вот картина еще страдала в ходе таких вот неумелых реставраций. Ну а теперь, наверное, возник вопрос, как картина итальянского художника попала в Нижний Тагил. Конечно, это надо связывать с именем Демидовых, но кто из этой многочисленной династии, в общем-то, можно сказать, что самые первые Демидовые коллекционировали произведения искусства, какие-то раритеты, то есть это у них было в крови. Но, вероятнее всего, что картину приобрел Николай Никитич Демидов. Он был российским посланником во Флоренции. И, начиная с 1812 по 1828 год, жил в этом вечном городе. И он коллекционировал картины итальянских художников. И в списках его коллекции числятся две работы Рафаэля. Четыре картины у него было под именем Святое семейство. Так что коллекция была замечательная, обширная. Денег Николай Никитич не жалел. И когда он умер в 1828 году, завещал себя похоронить в Нижнем Тагиле. И сыновья Анатолий и Павел здесь, в Нижнем Тагиле, построили Выско-Никольскую церковь для усыпальницы Демидовых. Пока церковь строилась в Нижнем Тагиле, тело было захоронено в Александроневской лавре города Санкт-Петербурга. Туда же была перевезена коллекция Николая Никитича, и для нее на Васильевском острове был построен особняк, и вещи эти хранились там. Ну, а когда тело Николая Никитича было перевезено в Нижний Тагил, конечно, сыновья стремились украсить Выско-Никольскую церковь, и тогда же было перевезено в Нижний Тагил распятие Прадье, распятие Иисуса Христа мраморное, которое можно сегодня увидеть в Краеведческом музее нашем. Ну, и вероятнее всего, что эта картина прибыла сюда, в Нижний Тагил в связи с этим. Но, рассматривая сюжет, мы, в общем-то, понимаем и видим, что это очень светский сюжет, хотя взята за основу евангельская легенда, да, но как художники эпохи Возрождения подают это, как чисто светское искусство, мы любуемся красивыми чертами молодой юной женщины Марии, любуемся младенцем, который только что проснулся и протянул ручонки к своей матери. И, в общем-то, это католическая Мадонна. И в городе, где много было старообрядцев, старожилы говорят, что она не могла висеть долго в выиске Никольской церкви, и ее переправили в господский дом Демидовых. Интересно в этом плане письмо, адресованное Николаю Никитичу Демидову, его приказчика Якова Смирнова, адресованное из Лондона в мае 1819 года. Сегодня господин Бурке неожиданно пришел ко мне сказать, что его картина Рафаэля назначается опять в продажу, что последняя цена ее 6 тысяч геней. Итак, не угодно ли вам будет сделаться обладателем прекрасного творения рук человеческих? Если вы решитесь, то он просит никому не сказывать цены, требуемые за его Рафаэля. Быть может, вот в этом письме Якова Смирнова идет разговор о нашей картине. Это письмо было найдено Лидией Петровной Лепа, сотрудником Краеведческого музея 30 лет назад в архиве Свердловской области. Вот, вероятнее всего, картина прибыла в Нижний Тагил таким образом. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok